Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 6 октября 2016 года четверг, а по одному из старинных 16 день месяца божественного начала 7525 лета неделя. Мы сегодня должны говорить про такую тему, как семеро в прошлом жизни вне цивилизации. Тема достаточно интересная. Автор с ведущей должен был присутствовать на эфире Павел Сапожников, но так получилось, что не получилось у меня присутствовать на эфире. Никаких уведомлений я лично не получал, но бывает всякое. Будем надеяться, что жив-здоров и все хорошо. Но эфир, поскольку был назначен, то не в моих правилах, если я в силах добраться до компьютера, и у меня есть интернет с микрофоном, не в моих правилах его отменять. Хоть как-то надо что-то провести, что-то доброе, хорошее сказать нашим радиослушателям. Естественно, что воспользовался в очередной раз своим этим правилом. И в этот раз я буду не один перед вами выступать, не один буду отвечать на вопросы. Со мной будет, помимо молчащего, как всегда, надувающего щеки, очень грозный иногда, Василия Васильевича, еще будет очень одна интересная сударыня, Юлия Стоянова. Здравия тебе, Юля. Кто не знает, Юля у нас занимается очень активно в последнее время тем, что разговаривает с различными людьми по поводу проведения эфиров, приглашает. Ну, так сказать, это человек, занимающийся контактами с общественностью и первичными переговорами, разговорами. Вот можно так характеризовать этого удивительного человека. Но, помимо всего того, Юля еще сама по себе очень активный человек, гражданин, патриот своей страны, и занимается очень многими интересными делами, путешествует, экспедиции, принимает участие в экспедициях и так далее. И как раз вот, наверное, здесь можно поспрашивать о том, где она была. Почему? Потому что из того, что она расскажет, могут появиться какие-то интересные передачи. Сразу скажу, что как раз вот несколько передач после того, как она вернулась и связалась, вышла на связь с нами, сказала, что вот есть такие интересные люди. Вот давай сейчас поговорим о том, чем ты занимаешься, где ты была, что видела, а потом, как оно ляжет, и какие вопросы будут наших радиослушателей поступать. Так мы и продолжим. Ну, я даже не знаю, как вам объяснить. Я раньше очень много ездила по Советскому Союзу, ну, в частности, это Украина и Молдова. Ну, вот сейчас я живу на территории России. Вообще, Леша-то очень, так можно сказать, меня отпиарил. Я в последнее время мало путешествую, но у меня большие планы на будущее по этому поводу. Вот. В этом году мы были на Кольском полуострове. Чем это место примечательно? Вообще, я очень много наслушалась рассказов об этом месте. Меня сподвигло там побывать Светлана Васильевна Жарникова. Вот. Я хотела найти остатки тех цивилизаций, которые там были. Место вообще не... Как объяснить? Необычное. Например, на острове Волшебный мы нашли камень с ровно срезанными гранями. Причем был угол внутри камня. И создалось такое впечатление, что кто-то резал и не дорезал. Удивительным было то, что цивилизация была очень далеко. Мы вниз по ловозе распускались 40 минут на катерах. И, то есть, получается, электричества там в принципе не было. Чтобы как бы сделать нынешнее время. Вот. Также было удивительно то, что мы нашли камень на территории, то есть, получается, тоже этого острова. Он находился в воде. То есть, он мывался водами. И на нем кто-то узрел руны. Лично мой супруг увидел там незаконченную пентаграмму. примечательный камень тем, что изображение, которое там находилось, оно было не внутри камня. Знаете, когда люди вырезают, они, соответственно, там делают дырочки. Да, вот как бы. но изображение было выпуклое. Оно торчащее было, можно сказать. И линии очень ровными были. Вот. Если, вот, к сожалению, не знаю, как показать в чате. Давай так вот. Мне кажется, то, что ты рассказываешь, оно напоминает знаменитые камни Ика, где как раз изображения не процарапаны внутрь, а как будто бы вокруг них снято что-то. И получается, что изображение выпало-то, поднято над поверхностью камня. Верно. И такое вообще мне создалось впечатление. Такое ощущение, что есть длинные ровные спицы. Эти длинные ровные спицы пронизывают, получается, камень и, соответственно, как-то выступают из него. Потому что линии были крайне ровными, крайне тонкими, такими. Ну, относительно. Знаете, как спицы для вязания. Вот. И торчащие наружу. Ну, вообще считается, что на этом острове есть охранный кристалл земли. А кем это считается? Ну, я была, получается, в экспедиции с Евгением Николаевичем Аверьяновым. У него очень много деятельности связано с эзотерикой, с посещением подобных мест. Ну, в общем, он удивительный человек. Я хотела также пригласить его в эфир послушать. Но он пожилой, ему 70 лет. И, можно сказать, ему нелегко общаться в эфире. Было бы проще тет-а-тет. Вот. Мой супруг к нему, конечно, не проникся, потому что есть люди, которые верят в сверхъестественную вещь. Есть люди, которые были прагматичные, более реалистичные, которые, ну, грубо говоря, верят только тому, что они видят. Но на камешке все-таки он что-то разглядел. Да, он разглядел. Потому что это было явно очевидно. Вот. На территории этого острова очень много сейдов. То есть, вообще полностью Кольский полуостров это место сплошных сейдов. Они везде, ну, на каждом шагу, на каждом метре, сантиметре. Вот. Поэтому первое время мне вообще казалось, что люди в принципе сами строят. Ну, это правда, потому что когда мы там находились, очень многие участники нашего путешествия, грубо говоря, они строили Перуна и славили его. Когда мы попали спустя три дня на материковую зону, соответственно, мы там увидели множество других сейдов. Возможно, они тоже были кем-то построены, потому что камни были очень тоненькие, как дощечки, знаете, такие, явно неровные. Очень часто такие камни, я знаю, используют в кладках старых домов. Вот. Я очень много их наблюдала, когда там, например, территория Молдовы была, там очень много, можно сказать, заборов из таких тонких камней сделаны, ну, таких древних заборов, остатков. Вот. Соответственно, было замечательное место, оно находилось на горе, там находились остатки каких-то зданий, потому что по-другому их не назвать, тоже была видна, можно сказать, кладка, очень тонкие камушки, тоненькие, такие, как плиточки, накладывались друг на друга. Вот. Соответственно, они были разрушены. Почему-то возникала мысль, что это были цепловые удары, по той причине, что они были чёрные, обугленные, когда мы на них становились ногами, они рассыпались. Вот я хочу заметить, забегу вперёд, мы, когда находились на удивительном месте Шаманской поляне, кстати, будет сейчас ближайший будущий по этому поводу эфир с ребятами, с которыми мы ездили туда, а мы делали баню. И что меня удивило, когда, соответственно, был огонь внутри печки, которую мы строили, камни отрезкались и рассыпались. И вот у меня мысль возникла, что, когда мы были на той горе, там точно так же камушки под ногами ссыпались, я заметила, что в официальной истории, в докладах вообще не сказано ничего, что там были какие-то испытания. Вот, это тоже интригует, потому что явно будет тепловодор, возможно, не тех возможностей, которые сейчас у нас есть у нашей нынешней цивилизации, но когда-то там бомбили. Что ещё понравилось вот конкретно в этом месте, потому что мы, его называла Евгений Николаевич порталом, репатозера Роявра, ну, относительно недалеко в тех ибинах. Там были камни маленькие, большие, возможно, там были какие-то движения под горой, они калибровались, то есть, соответственно, полоска толстых камушек, то есть больших камушков, относительно, знаете, как в горсть, можно взять, ну, такую вот, с ладошку, и полосочка рядом тоненьких камушков, ну, например, как мочка, ну, как, ну, не мочка уха, как сказать, ну, маленький, относительно, там, ну, два сантиметра, возможно, плюс-минус. Вот, и вот эти полоски, они, получается, по всей этой горе были, между вот этих развалин. Что ещё было интересно, там был сейт установлен очень большой, на территории, на месте бывшего дома, видно, бывшее сооружение, что заинтриговало? Заинтриговало то, что у всех примерно были одинаковые мысли. Например, когда мы нашли камень, о котором я говорила, на острове волшебный, у меня возникла мысль, что примерно, ну, пять тысяч лет назад там что-то происходило, но я подумала, ну, господи, у меня могут быть разные мысли, выражения всё-таки разные. Вот, но когда мне ту же, грубо говоря, цифру озвучила женщина, которая у нас стояла, и она, в принципе, туда поехала за компанию, без каких-либо там желаний увидеть что-то необычное, я поняла, что, возможно, там витает какая-то определённая информация, как сгусток, и мы её ловим, вот эти мысли, и я поняла, что, возможно, в этом большая доля правда есть. Вот. Когда мы находились, уже пытались выйти к городу Ревда, уже на обратном пути, соответственно, что меня тоже поразило, постепенно кончалась растительность, причём, получается, берёзки становились всё меньше и меньше, потом это стали какие-то кустики крошечные, кстати, мы были в июне, а там была весна, то есть почки, по сути, только распускались. Здорово. Не то, что это не понравилось, это, скорее всего, удивилось, ещё подумал, как хорошо, что мы сначала пол в озеро сплавлялись, а потом через Ревду шли, потому что есть очень многие люди, которые входят, в принципе, сначала с Ревды и дальше там, как у них получится, к Сейдозеру. Там всё обуглено, там, конечно, роддобывающие предприятия находятся на территории Ревды, но, тем не менее, там всё выжжено, всё чёрное, было место, куда мы, ну, соответственно, там гора переволочная, грубо говоря, она была вся не только обугленная, и там ничего не росло, там были остатки домов, причём они меня удивили тем, что дома, которые были также из мелких кирпичиков, они были без окон, без дверей, то есть большие, огромные какие-то обломанные блоки, как бы там, в принципе, мне кажется, это должно быть какое-то, ну, как бы окошечко, этого не было, что это было, я не знаю, ну, тоже загадка, очень много было каких-то ям, котловин, супруг мне говорит, о, смотри, похоже на ванну, ну, я близко к сердцу не восприняла, потому что я ничего там не увидела, но многие ребята, вот именно мужского пола, они видели вот эти ванны из камней, вот огромные такие ямы, причём, они, говорят, они были, в принципе, одинаковые, но я в этом не уверена, поэтому так сильно разглаговствовать по этому поводу не буду. Мы, когда шли, соответственно, мы делились от группы, почему делились, потому что Кольский полуостров это суровый край, у меня есть друг, подводник, его жена постоянно упрашивала, да, перейдем на юг, они с Мурманского, я никогда не могла понять, почему на юг, это же так прекрасно, Кольский полуостров, это Мурманск, а потом я поняла, почему она постоянно попросила на юг, потому что там очень холодно, несмотря на то, что был июнь, мы спали в луже, в палатке, потому что наша палатка протекала, был постоянно ветер, шторм, ну, мне казалось, что это такой барей, потому что он сносил с ног, это было просто нереально, но, когда мы взобрались на грудь, там был огромный водопад, который нужно было посетить, обязательным образом там в нём искупаться, в минус два, мы это и сделали, с мужем, а мы увидели, как по сей дозеру ходят вихры, я поняла, что мы ещё не в самых плохих условиях находимся, вот, когда мы ушли на день раньше, потому что, говорю, всё, я больше не могу в луже спать, это действительно было испытание, но, несмотря на эти испытания, я хочу тут снова вернуться, потому что это место тянет, это невозможно объяснить, оно настолько энергетически, и, несмотря на то, что я нахожусь в сыроедении, ну, правда, полгода, то есть в седьмой месяц, но, тем не менее, мне достаточно было находиться на одной морковке, на тёрке, там, с маслом, и я кушать не хотела, мы проходили в день по 20 километров, то, соответственно, у нас был лагерь, и мы с этого лагеря двигались, то есть в определённых местах, то есть туда 10 и обратно 10. И мы не только не уставали, хотя там нет ровных дорог, там, по сути, обломки, вы ходите по камням, вот одни камни, и мох, очень всё красиво, всё сказочно, так в сказках скандинавских. Возможно, в конце пути, когда 20 километров проходишь, немножко качаются ноги, но голода вообще не было, и когда я сюда приехала, я поняла, что пробежки на стадионе в 5 километров, которые я делала, мне крайне сложно не давались, и я поняла, что, скорее всего, тут как-то по-другому, возможно, энергия перераспределяется, но опять же, это мои домыслы, вы близко к сердцу не берите, вот. И что меня, вот говорю, заинтриговало, мы не попали на один портал, мы спешили вперёд, с гором, с которым, кстати, об этой передаче, а Евгений Николаевич, он пошёл на день позже, но они зашли на этот портал, и судя по фотографиям, по рассказам ребят, с которыми мы там общались, кстати, очень удивительно, у нас коллектив был то ли 4, то ли 6 человек, 6-26 человек, очень дружный был коллектив, потому что, в принципе, очень сложно вбиться в стаи, когда вас много, там всё как-то очень сплочённо себя вели, причём ни разу в жизни друг друга как бы не встречали, тоже очень многие люди спонтанно туда приехали, вот как бы повод просто повидать, побывать там. Вот, рассказывали о том, что вот этот портал, на котором мы не заходили, но проходили рядом, по сути, кто-то воспринимал это не порталом, но там были камни, в котором была вырезана дверь, причём вырезана ровная-ровная грани, ровная-ровная среза. То есть, извиняюсь, у меня на заднем фоне маленькие детки бегают, поэтому так строго не судите. Это тоже вызывает множество вопросов, ещё там удивительно, там реки чистые, безумные, цвет лазурно-голубой, но крайне холодно, если у них искупаться, там сводят ноги, то есть туда-обратно не более. Рыбы там тоже не видела, причём ребята, которые туда сейчас ходят, я после поездки почему-то встретила массу людей, которые в этом же году там побывали. Вот после, кстати, очень приятное совпадение, можно сказать. Вот сейчас они были в августе, в сентябре, мои знакомые из Петербурга тоже туда водят народ. Там очень много рыбы сейчас, красной, и мы, конечно, её не встретили. Возможно, было рано. Ну, в принципе, всё пока. Слушай, такой вопрос, вот портала, про который ты говоришь, что имеется в виду по словам портал, и если это тот самый портал, который куда-то транспортирует, перемещает кого-то, то куда этот портал перемещает, или что из этого портала выходит? Давай немножечко раскроем тайну волшебного ключика. Я точно не знаю, но на эту тему я общалась с людьми. Удивительно, что все люди говорят по-разному, поэтому вы тоже фильтруете информацию. Как я поняла, там можно заглянуть в другие тонкие миры, возможно, прошлое, будущее, или просто миры других цивилизаций, потому что есть вероятность в том, что у нас, в принципе, сотковая земля, когда, грубо говоря, земля, она находится сверху шара, внутри шара, и, ну, вы понимаете, да, у нас же всё, как бы, яйцо, да, внутри жится, грубо говоря, центр её, вся жизнь. Виноград внутри тоже, вся мякоть, весь центр, вся жизнь. То есть, в принципе, это логично, жить на на крыше, внутри. Вот. И есть вот понятие вот этих сотковых земель, они, возможно, параллельная реальность, возможно, прошлое, будущее, возможно, кто-то таким образом пытается нафь нам преподнести. Очень сложно вот по этому поводу размышлять, но вот, например, женщина, с которой, я хочу сейчас пообщаться ещё на эту тему, возможно, она может нам тоже эфир дать, она рассказывает, что есть порталы, и там есть цивилизация, которая живёт прямо под, грубо говоря, ну, не наверху, сколько остров, а внутри, под землёй. Под землёй. Какие-то меры или какие-то существа, я не знаю. Ходить с ними в контакт тоже кто-то захочет, но нужно всегда быть осторожным, потому что даже если что-то существует, просто так ничего не даётся, за всё нужно платить. Ясно. Так, значит, к нам поступают вопросы из чата. Напоминаю, что? Зарядка падает, вот я сейчас с телефоном общаюсь, есть вероятность, что я могу просто отключиться. А ты не можешь его включить на зарядку? Значит, найти это устройство. Ну, пока-то поищи. Задаваю. Значит, вопрос такой от Владимира Измытища. Поверх следов реза камня были минеральные отложения? Фото делали? Сколы образцов для микроскопа брали? Нет. У меня есть фотография. Вот. Потому что мы не с Евгением Николаевичем его встретили, то есть нашли этот камень. Мы отстали от группы. И, соответственно, мы обнаружили его с моим супругом, скептиком, который постоянно всё критикует. Вот. Обнаружили с нами было ещё два или три человека, плюс-минус. Точно не помню. Вот. Фотографию. Могу дать ссылку в чате, вот после общения, после разговора. Вот. То, что я сейчас не в чате. Да, понятно. Хорошо, хорошо. Значит, никаких экспертиз не делали и следов на камне, минеральных отложений не видели, да, всё чистенько было? Мне кажется, очень чистенько, да. Ну, сейчас я общалась с таким интересным человеком, не буду называть ему фамилию, Алексей, ты знаешь. Он также был на Кольском полуострове, возможно, как раз для поисков таких вот отложений, загадок. Вот. Так, хорошо. Следующий вопрос, вернее сказать, мне лично пришло, поэтому не считаю, кто написал. Есть ли причина, по которой трансляция не проводится через YouTube? Там есть все возможности, чат, трансляция, записи, трансляции, результат охват больше аудитории. Я лично знаю об этом, что на YouTube есть такие функции. Есть одна проблемка. Дело в том, что мы иногда включаем музыку, которая с точки зрения YouTube является пиратской, и в этом случае удаляется или эта запись, или удаляется целиком вся эта группа канала YouTube. Уже пробовали это делать, но вот, к сожалению, каким-то образом необходимо убирать музыкальное любое сопровождение, иначе YouTube начинает придираться, выставлять права, что это чего-то, кого-то, и, в общем-то, ничего хорошего из этого не получается. Так, дальше вопрос Владимир Измытьевич. Юля, вы, вы Пякина не хотите пригласить в эфир? Вы знаете, мне крайне стыдно в этом признаться, но я с удовольствием не знакома. Если я познакомлюсь, то я с радостью возможно попробую сделать. Ну, что ты, что ты, известный человек, Пякин, ты смотри интернет, там много его роликов. Да, сложно судить, поэтому я не буду. Пока отвечать не будем. Хорошо. Дальше, Владимир Измытьевич, какое количество времени вперед планируются передачи? То есть, насколько сетка вещания? Ну, как правило, на месяц вперед. Дальше, то есть, сейчас у нас уже ноябрьские. Ноябрь уже первая неделя занята, вторая неделя сейчас занимается. Так что, если кто хочет успеть, пожалуйста, подавайте заявки на ноябрь. Дальше, Владимир Измытьевич спрашивает, Юля, камень, камню рознь, и кладка кладки рознь, и обугливание, закопченность тоже рознь. У тебя нет планов привести элемент научности в свои наблюдения? Привнести? Ну, там были камни, которые мы собирали с шаманской поляны, потому что говорят, что каждый камень несет не только свою энергетику, но и свое предназначение. те, которые я собрала, я собрала для себя лесовых друзей, я их поделила, не зная их ценность. Они у меня с собой есть. Если они что-то дадут, я, конечно, рада буду. Я просто не знаю, когда нужно их отнести, чтобы люди исследовали, потому что это все стоит денег. Которые со мной были, возможно, у них есть определенный дар. Возможно, это воображение. Я не знаю. Но они вызывают доверие. Вот женщина одна была. Она смотрит на камни и, получается, чувствует, какое предназначение он в себе несет. Возможно, они обещали себя по методу шамшука, потому что они подписаны на его уроки, которые он проводит. Я надеюсь, все слышали его. Очень интересный человек. Лично с ним не общалась, но я бы с радостью. Например, те камни, которые взял мой друг, он рассказывал о том, что один из камней унесет сильную энергетику, прожигающую. То есть, можно на него снимать именно какие-то порчи с глаза, заговоры. Его лучше в руках не держать. Но действительно, когда я его в руки взял, у меня вот начали печь пальцы. Я, возможно, впечатлительная, но ни с каким-то другим камням у меня такого не произошло. Другой камушек был также небольшой. Его называли камушком скатерти в самобранке. То есть, как я поняла, он дает какое-то определенное энергетическое питание. Его нужно постоянно держать на столе. Возможно, ему что-то нужно говорить, чтобы он раскрылся и дал человеку эту духовную какую-то подпитку. Я не знаю. У меня его лично нет. Если вы им сможете помочь, я с радостью своими камушками поделюсь. Да, Владимир, если у тебя есть возможность каким-то образом подсказать, где можно сделать экспертизу, то в этом случае мы будем тебе благодарны. А вдруг, на самом деле, что-то там интересное нашли такое. Так, по поводу Шамшука. Раз уж ты заговорила, я могу тебе дать телефон. Мы с ним недавно общались, и он дал согласие прийти в эфир. Осталось теперь технически нам все это утрясти, договориться. Так что могу тебе передать телефон, и ты будешь с ним разговаривать по поводу того, когда и как сделать эфир. Я буду полезна, я с радостью. Только за. Хорошо. Дальше. Владимир пишет. Алексей, здраве. Планируется ли эфир с отцом Александром? А то он уже десятую главу четвертой книги выложил. Не так давно мы общались с Александром, я намекнул на то, что как бы пора бы и не пора. Он сказал, что да, как только книга будет подана в издательство, вернее, как уже будет готова она к тому, что выходить, мы можем поговорить в живом эфире. Пока ответа не получал, когда планируется выход, и поэтому не могу сказать, когда у нас будет эфир. Дальше. Вопрос Владимир Измитич. Юля. Была такая история. Знакомая Карлоса Кастанеде, женщина по имени Горда, нашла на раскопках пирамиды древний камень с отверстием, предположительно принадлежавший казненному человеку, и по глупости засунула в отверстие палец. Ну, что же она могла еще сделать? Понятно. После этого ее пришлось долго лечить. Вопрос. Соблюдаешь ли ты технику безопасности при работе с предметами, принадлежащими древним? Ну, очень интересно. Пальцы никуда не суешь, там ничего? Нет, пальцы никуда не суешь. Очень интересное замечание. Но, возможно, в такие моменты я пытаюсь не то, что на интуицию, на интуицию, на совесть, да, вот можно сказать, полагаться. Вот если что-то отталкивает, я стараюсь даже туда не приближаться. Потому что, например, когда мы были на Кольском полуострове, лично я не слышала, но ребята наши слышали детский хохот, такой смех заливной вечером. Вот. И говорят, что это были гномы. Но, опять же, я не знаю, насколько это правда. Поэтому после этой вести, которую я поутру услышала, я немножко, можно сказать, осторожно подхожу ко многим камушкам. Камни, которые я спрашивала Евгения Николаевича, правильно брать этот камень и этот? Ну, у него глаз, в принципе, намет. Он говорит, нет, не этот, нет, неправильно. А вот этот правильно. Я поняла, что лучше все-таки в этих моментах сосоветиться с людьми более опытными или более видящими, потому что он все-таки видит те вещи, которые я не вижу, поэтому буду ему доверять. Что мне еще понравилось? Там был Куйва. Вот, возможно, вы о нем все слышали. А почему мне еще заинтриговал Кольский полуостров? Я вот, извините, я еще раз назад отойду. Постоянно, когда я кому-то писала сообщение, у меня выскакивало слово «весь». И я была заинтригована два года подряд одно и то же встречать у себя в скайпе. Я все-таки набрала что-то такое. Оказывается, «весь» — это люди, народ, проживающий на территории Кольского полуострова. У них там было, соответственно, или божество, они его считали, или злополиканом куйву. И меня это также интриговала, потому что в то время я как раз увлекалась подобного рода информацией. Светлана Васильевна Жарникова тоже ее слушала. Я поняла, что все-таки, возможно, это знак. Знак того, что мы там когда-то были в прошлой жизни. Опять же, кто-то верит, кто-то не. Что еще интересного? Там, напротив куйва, куйва, это, получается, есть огромная-огромная скала. На ней есть изображение человека очень большого роста, возможно, пяти метров, возможно, больше, который был прикован к горе. Вы знаете, я могу немножко отойти от темы, но сначала мысль возникла, что это был Иисус Христос, Он был там распят, потому что руки слишком распят, и слишком очень сильно крест напоминает. И я же знаю, что у нас история, она, как правило, пишется победителями, и теми, кому выгодно ее преподавать таким вот образом. И я подумала, что возможности события как раз и там проходили, потому что сейчас очень много споров бывает, или во Франции было, может быть, не вызов. Это все. Или то, что даже взять тот факт, что Иисус Христос собирательный образ, тоже задумывается. После прочтения книги Пятибрата, глубина книг, кстати, я вчера спрашивала, Вадима Чернаброва, сразу возник образ Прометея. Почему Прометей? Даже по Википедии это царь скифов. Теперь понятно, почему у нас такая вражда идет с людьми, которые поклоняются противоположному богу, который принц Зевсу, которого, грубо говоря, приковал к скале. И если представить, что действительно кто-то был прикован к скале и истекал кровь в течение большого времени, то есть десятки тысяч лет, грубо говоря, по мифам, то возникает мысль, не просто же так в виде человека будет вытекать смола. Мы не знаем, что это, но, возможно, это смола. Напротив Куевы тоже выжжена земля, все выжжено. Там огромные-огромные камни, ничего не растет. Ну, маленькие карлики у березки иногда где-нибудь пролезут, в принципе. Находятся там спирали, вот эти все знаменитое спирали. К сожалению, по всему Кольскому полосу мы не прошли. И у меня, кстати, есть сейчас вот человек, который выводит по Семкульскому полосу вплоть до моря по таким интересным местам. Мы думаем в следующем году с ним поехать. Вот. Там были вот эти огромные спирали, которые идут по Чесовой стрелке. Вот. Мы, соответственно, там делали обряд, подношение, делали огонь. У него там кто конфетки, кто печеньки, кто зерна. Вот. И все брали за руки и славили. Славили наших предков, славили Куеву. Ощущения непередаваемые, потому что мне вначале казалось, что мне все это не то, что кажется. Мне многое, может быть, чувствую, но так как мы люди, в принципе, скептики, этому значения не придаем. Там чувствовалась вибрация, которая шла сверху, снизу вверх. Когда я услышала человека, который рядом стоит, который так же, как и я, в принципе, в этом деле, в энергетических делах дилетант, и он рассказывает те же ощущения, что я испытала, я поняла, что в этом что-то есть. Возможно, так коллективный разум, когда, в принципе, это известно. Вот. Но после того, как, грубо говоря, мы пообщались с Куевой, когда делали им подношения, соответственно, славили его и предков, возникла связь определенная. Каждый раз, когда я на него смотрю, возникают чувства, знаете, словно, не то что с родным человеком, но не объяснить. Не объяснить. Мне кажется, каждый человек должен туда попасть. Здесь, конечно, им туда тянет, потому что, мне кажется, это выборочно, кого он зовет, кого не зовет. И мне кажется, это как бы личная связь возникает у каждого по отдельности. Но то, что у тебя появляются эти сообщения, как ты говоришь, это может быть как раз и был тот самый зов, напоминание, что тебе пора, пора прийти, пора прийти. И то, что там с вами происходило и оказывались в тех местах, где вот эти камушки интересные, тоже, наверное, не случайно. Ну и смех этот, который слышали. Необычное было тем, что были… Ты прости, Леша, я тебя прибила. Ты мне просто мысль такая, опа, я вспомнила. А ночью, мы когда пришли на Шаманскую поляну, нас предупреждали, что, возможно, там есть Леша, и я понимаю, что-то, возможно, есть. Я не буду оспаривать, я это не видела, но всё-таки не стоит против природы идти. Вполне Леша, Лес, по сути. В час ночи, когда все спали, потому что все устали после перехода, мы слышали шаги, причём все шаги. Вот удивительный тот факт, что мы с супругом поставили палатку вообще на джибе, на мохе, все спали в низине, мы там, по сути, в горах её разбили. Были шаги, там сбоку, спереди, сзади, везде они. Кто-то ходил, нас, конечно, не трогали, но, вы знаете, было такое ощущение, после того, когда мы проводили множество обрядов, то есть это до посвящения там Куева, ощущение вибрации, покалываний. Были в зоне ног, как будто кто-то проходит сквозь. Это тоже необъяснимо, это запоминается. Ещё интересно тем, что вот Евгений Николаевич рассказывал о том, как он общался с Йети, что он рыжий, он его катал по всем мирам астральным. Конечно, это было смешно, но я как бы не скептицировала никогда, я уважаю этого человека. Вот, у каждого, правда, своя. Вот, но, когда я общалась с другими путешественниками, которые там, в принципе, любят, ну, с точки зрения, может быть, как хобби, они так фотографируют, ездят, любят двигаться, тоже слышат постоянно рассказы. Вот был один такой прекрасный случай с человеком, с которым я хотела также познакомиться. Возможно, если получится, он также нас в эфире расскажет много интересного. Николай Иванович. Он вводит туда людей чисто за идею, бесплатно. Ребятам с Томска, которые там были, он рассказывал тоже историю, он встречался с Йети, также писал, что он рыжего цвета. Тоже множество необычных каких-то ситуаций было описано. А потом, общаясь с другим молодым человеком, который, в принципе, такой же скептик, как и мой супруг, рассказывает, что есть люди, которые, в принципе, везут по Лавозеру. Они тоже описывали вот этого Йети, рыжего. Понимаете, в чем дело? Описывали часто старцев, которые приходят из ниоткуда. Вот. И спрашивают, что вы здесь делаете и, в принципе, для чего сюда пришли. Поэтому, в принципе, все это интригует. Типа дело пытаешь или дело пытаешь, мил человек, да? Скажи, пожалуйста, когда вы обряды проводили, вы только вот этому божеству приносили и предкам, или еще духам там местности или что-то еще, кому-то еще? Ну, соответственно, духам того места, духа Кольского полуострова, духам, то есть мы, как правило, приносили там Ладе Богородице, Сварагу, ну, всем. Вот все, что приходило на ум, но в плане то, что поликорректно на ум. Вот. Всем приносили плаву. И это влияет на жизнь человека, потому что события меняются в жизни. То, что впало в жизненную сторону, ты чувствуешь отклик после общения. Например, когда ты находишься наедине, там что-то не то, что просишь, ты просишь помощи разобраться в чем-либо. И вот эти вопросы решаются буквально на следующий день. И я поняла, что это после как раз вот таких вот славлений происходит. Ну, вот как раз хотел сказать, что те духи, которым вы пославили которых, они, в общем-то, к вам потом приходили. Все сходится, да, все сходится. Хорошо. Вопросы продолжают идти. Значит, напомнить, кто я у нас в эфире, потому что другой человек заявлен, и тема непонятна. Тема у нас сейчас пока свободна, я название не придумал, там, наверное, после придуманного названия, ну, встреча с Юлией Стояновой. Юля у нас, напоминаю, взяла на себя такую непростую обязанность, это встречаться с людьми, звать их на эфиры, как это раньше называлось, работа с общественностью, или сейчас это называется. Вот. И когда ты рассказывала, Юля, про то, что вот со своим мужем там двигались, общались, и он у тебя скептик, вот тут мне напоминает фильм, помнишь, это Маша и Витя, это новогоднее путешествие Маши и Витя, да? Как нам быть с бедой этой? Витя посоветуй, а он отвечает, там, приближаться к ней опасно, знаешь, ты прекрасна. Вот из-за этой серии, то есть ты такая прям вся проникновенная, так всем интересуешься, всем хочешь помочь, во всем хочешь разорваться, говорит, не трогай, не лезь. Примерно так все это было, да? Просто умиляется тому, что я всему верю, говорит, ты слишком доверчивая, ты слишком самовнушительная. Ну, как-то с любовью, с хорошим таким вот посылом, но, конечно, когда я начинаю настаивать, а это крайне нельзя делать, иногда хочется там собеседника, да, на свои стороны, как говорится, то, конечно, возникает такой явный скептицизм, я ничего не верю, не надо меня заставлять доверить. А ты помнишь, что вообще к мужчине-то путь или что лежит-то, нет, к сердцу мужчины? Вы знаете, этот вопрос крайне индивидуальный, я считаю. Если правильно вообще к сердцу мужчины, возможно, должно быть единство духа, единство взглядов, единство, ну, чтобы было хобби одинаковое. Для меня это немножко несколько иной духовный путь. В миру считается, что этот путь должен идти через желудок, через приятно приготовленную еду, через все моменты быта. Возможно, это так. Вот. Но, возможно, я считаю, что так как мы люди духовные, нам нужно поддерживать исключительно духовное общение, потому что мирское общение лично в моем случае, оно мне не удовлетворяет. Я не вижу в этом ни радости, мне всегда нравится общаться исключительно на духовной теме. Вот в последнее время, вот после того, как я познакомилась с твоим радио, когда оно мне там полностью вскружило голову, и от всего, к чему я верила, я там начала отходить, при том, вот я с рождения, моя мама была с лезлами головы, и вот познакомившись с вашим радио. Я не то, что начала присматривать свои взгляды, у меня, конечно, переборот полностью в каких-то мировоззрениях возник. И эки какой я коварный-то оказывается. Вот так и узнаешь все подробности. А потом ночами не спишь, думаешь, людей с пути истинного сбило. Не поверишь, Алексей, после прочтения книги Владимира Пятибрата, потому что это же пошло как вертено, оно пошло по кругу, по спирали, я еще узнала больше информации. После этого изнула как раз этой книги глубинной, глубинная. Вот. Поэтому не скажи, не скажи, если писать другой. Хорошо. Так, ну время уходит, давай сейчас прочитаю еще вопросы, чтобы тебе так освободить тебя, да, наверное? Я, детки маленькие, вы меня, конечно, простите, я должна бежать, вот уже все у меня. А уже все, да? Ну ладно, хорошо, давай тогда с тобой так договариваемся, ты продолжаешь, что взять на себя обязанность перед всеми, там, торжественно клянешься, положив руку, там, не знаю, на что там у тебя есть, вот, что будешь продолжать в том же духе, встречаться с интересными людьми, звать их на радио, ну и сама заглядывать. Хорошо? Везумно интересно. Я рада, ребята, с вами всеми общаться. В чате вы потрясающие, я получаю удовольствие от общения, от прочтения, от общения с тобой, Алексей, и вообще со всеми, вот. Ну, это творческая работа, мне она по душе, безумно по душе. Хорошо, благодарю тебя, прощаюсь, отключайся. Напомню, что в чате ты представлена как ёлка с буквой Ё и с короночкой рядом. Так что, если увидите в чате ёлка и короночка, значит, это вот как раз июля и есть. Ну что ж, теперь, поскольку уже она ушла, нас покинула, не навсегда. Вот, я просто прочитаю вопросы, которые задавались, и, наверное, если будут какие-то вопросы ко мне, то в этом случае я постараюсь на них ответить. Вот у нас, получается, первая часть мы закончили, переходим ко второй части. Василий Васильевич молчит, сидит, он там что-то делает, наверное, монтирует какое-то видео, про которое здесь спрашивают, когда будет выложено. Вот когда Василий Васильевич закончит, тогда оно и будет выложено. Так, Владимир Азмутищий, и, кстати, Владимир, тут вот в чате тебе предложили, а ты сам голосом выходи, иногда порадуй людей, ты написал, что они сегодня, но будем надеяться, что в следующий раз или когда-нибудь. Итак, Владимир, Юлия, что ищут люди, все люди, все эти люди, которые шарахаются по развалинам, в чем отличие человека, посвященного, посещающего развалинного бункера Великой Отечественной войны, человека, посещающего Сейды? Хороший вопрос. Да, Юлия могла себе ответить. Но мне кажется, все-таки есть разница между этим, потому что, если мы говорим про бункеры, они делались с технологической защитной точки зрения современниками, нашими или близкими к нашей современности людьми, и там их, понятно, предназначение, для чего они были, и даже технологии, понятно, как делались они. А вот с точки зрения так называемых сейдов и других развалин, то здесь очень много вопросов. И когда много вопросов, то огромное количество людей, которые дают разные ответы. И вот тут интерес возникает, какой ответ ближе всего на взгляд того или иного человека больше соответствует действительности и правде. Поэтому, в отличие от бункеров и развалин Великой Отечественной, времен Великой Отечественной войны, сейды все-таки имеют больше, на мой взгляд, интерес у людей, которые чем-то таким возвышенным интересуются и так далее. Елена777, вопрос в эфир, зачем люди ходят в порталы, что там видят. Ну вот, Юля сказала, что ожидается по возможности встреча с человеком, который как раз этим занимался. Вот, наверное, эти вопросы мы туда и переадресуем, позадаем этому человеку. Так, здравия, вестник богов, в каком издательстве будет выходить книга Калаврата? Ну, в Радовичах, как всегда. Поэтому, как только оттуда будет сигнал, если, конечно, нас не забудут, а то бывает так, что закрутились, сутолки, что-то там позабыли, а потом, оказывается, книга уже вышла, а у нас передачи так и не было. Так вот, если про нас не забудут, то в этом случае, и если будет все нормально со здоровьем, не только у меня, но и у участников, то в этом случае поговорим. Юля, слышал твои ответы, спасибо. Так вот, про камень с отверстиями древнего владельца камня съели живьем. Ух ты! В то время, когда он держал камень, и ничего хорошего в этом камне не было. Вот так, будь внимательна, иначе может быть больно. Юля прочтет это сообщение, потому что они в чате сохраняются, о котором мы ведем эфир. Я думаю, что это предостережение будет ей полезно. Так, Данил, гномы, детским смехом, не верю. Немирович Данченко у нас сегодня объявился, и это хорошо. Нингварь. Алекс, жена про Малышева спрашивает, зовете ли вы ее в эфире. Да, у меня недавно была такая мысль, с ней связаться и возобновить наши эфиры, поскольку тогда, до Нового года, у нас серия эфиров была закончена, но я думаю, что есть о чем поговорить. Так что, конечно, в планах это есть. Вот если я там пишу Малышева, Малышева, вот, написал. Вы пишите свои вопросы, пожелания, я буду записывать здесь все на листочек, потом будем думать, как это все исполнять. Я не джин, три желания не исполню, даже самых неимоверных, но по возможности как-то буду реагировать и что-то буду придумывать. Так, Виталий из Эстонии, эфир Прометей, возможно, это аналог Тарха, Дождьбога, Перуновича и Митры. Да, есть такое предание о том, что Тарх или Дождьбог по-разному называют, а кто-то и Тарх Дождьбог называет. Был, правда, не на севере, а на горах Кавказских. Хотя слово Кавказский, насколько я понимаю, это могло быть более широкое понятие, нежели чем сейчас называют Кавказ с привязкой к определенному месту. В том числе и врата между мирами, которые были завалены горами кавказскими. Ворами кавказскими, как-то, не знаю, говорка по Фрейду, не по Фрейду, горами кавказскими, конечно же. Дальше. Вопрос от Владимира Изматища. Юлия Парахриста в скалах и Прометее. Вероятно, вы находились на месте силы, не осознавая этого. Энергетика мест силы может вызывать галлюцинации и сентиментальность. Галлюцинация и сентиментальность. Вопрос. Что у вас несет в жерло ядерного реактора в кавычках жажда острых ощущений? Ну, она рассказывала, что ее несет туда интерес. Дальше. От Олега из Иркутского вопрос. Здравия Юлии. Чем энергетика Кольского полуострова той местности в целом отличается от тех священных мест, где тебе приходилось бывать? Благодарю. Но, к сожалению, Юля уже отключилась от нас, поэтому этот вопрос я за нее отвечать не могу. так, сейчас смотрю, что у нас еще тут есть. Через желудок, но это действительно индивидуально, пишет Данил. Так это наша елка вещает, оказывается. Именно она. «Что за книга?» Елена спрашивает. Книга – это имеется в виду вот продолжение Джаре, другие там уже выходят тома, и обещался Александр, как только будет уже готов на выходе очередной, не экземпляр, а очередная серия книг, очередной тираж, в том случае он обещался к нам прийти. Пока отмашку я не получал. Так, с каких пор сообщения сохраняются с вчерашнего дня? Нет, я имел в виду ВАРК не этот чат, а чат тот, который у нас, где у нас встречаются ведущие, скайповский чат. Вот туда я сбрасываю сообщения, и Василий Васильевич сбрасывал сообщения, и поэтому автор соведущий может прочитать их. Так, еще Молдашева. Что Молдашева? Пригласить? Ну, я не знаю, насколько Молдашева будет интересен, вообще, конечно, дядька очень интересный, с уважением отношусь к его творчеству. Я не знаю, насколько он близок к тематике славянского радио, но так, если пригласите что-либо рассказать, может быть, наверное, и есть о чем послушать. Вот, но есть тут и в чате тоже высказывание о том, что Молдашев не придет, поскольку есть такое понятие, как распиаренность. Распиаренность, она всегда накладка некие штрихи в поведении человека или, может быть, некую ответственность. То есть, если у человека есть какая-то договоренность с какой-либо компанией, то очень часто он просто вынужден отказываться. А если есть какие-то штрихи избирательности уже, ну вот, например, там его смотрят миллионы, ну зачем ему идти на радио узкой тематики, на его взгляд, где пока миллиона еще слушателей нет. Так что пригласить можно, конечно, если вы не возражаете, то будем искать выхода на Молдашева, пошлем приглашение. Если у кого-то есть уже выход на него, пожалуйста, посылайте приглашение, пообщаемся. А придет, не придет, загадывать не будем. Так, Виталий из Эстонии в эфир. А портал может показать, что там есть через зеркало? Может, я не знаю. Но, в общем-то, может и Задорнов не придет. По поводу Задорнова я не знаю. Уже несколько раз я писал, и кто-то еще писал. Но пока ответа утвердительного о том, что я готов прийти, не поступало. Ездил на встречу к Сундакову. Предварительно, это было еще летом, предварительно он сказал, что да, готов выступить, поговорить. Потом, когда мы уже договорились одни, он был у меня уже в планинге эфиров забит. То уточнение темы было. И пришел следующий ответ. Нет, тема, которая вами задана, она достаточно непростая, к ней надо подготовиться, поэтому я прошу месяц-два на подготовку. Вот. И, в общем-то, все. Я задал вопрос, но если тема не подходит, у нас есть возможность провести эфир, давайте какую-то другую тему выберем, может быть, по словам, по грамматике, по путешествиям, да мало ли почему, что вам больше нравится, к чему больше склоняетесь. Но вот ответа не получил. То ли администратор не передала, то ли еще что-то. Несколько раз пытался звонить непосредственно на телефон, но трубку никто не брал, понятно, человек занятой. Так что бывают такие моменты, и не всегда наше желание, оно соответствует желанием тех, кого мы желаем пригласить в эфир. Так что по поводу Задорного ничего не могу сказать. Если есть, опять же, у кого-то возможность передать наше приглашение в очередной раз, мы будем счастливы провести эфир. Так, Ингварь, так у вас и президента не выпросить. Не знаю, какого президента. И что значит выпросить, не выпросить, не знаю. Так, вопрос Владимир Азематиевич. Алексей, у меня такое впечатление, что популярность радио растет, особенно в ближайшем зарубежье. Это так по статистике? Да, это так по статистике. Нас сейчас слушают больше 70 стран. Вот, количество прослушиваний растет, это тоже можно отметить. И прослушиваний, которые в течение суток увеличиваются, и количество людей, которые слушают радио на какой-либо передаче тоже растет. Так что здесь тенденция роста есть. Даже учитывая, что по сути мы никакой рекламой не занимаемся. Самой рекламой. У нас, в принципе, что я хочу сказать, у нас не хватает, на мой взгляд, как человека, на которого возложено руководство радио, на мой взгляд, у нас не хватает в нашем в кавычках штате человека или людей, которые бы занимались именно рекламированием радио, которые бы могли по социальным сетям, по каким-то форумам, по сайтам и так далее информировать людей, приглашать. То есть, то, что сейчас называется в современном мире, заниматься пиар-компанией. Вот этого сейчас у нас нет. Просто у нас нет такого человека, который бы постоянно этим занимался. У нас как-то мы сами справляемся с тем, что размещаем какие-то объявления, анонсы. Вот я лично размещаю, знаю, что Света размещает и Иван размещает, где что можно, что-то там появляется на разных сайтах. Но так, чтобы подходить к этому вопросу не просто разместил, а именно то, что называется пропиарить, рассказать правильно, вот такой компании у нас нет, такого человека или людей таких у нас нет. Поэтому, если есть желание, пожалуйста, присоединяйтесь, если чувствуете талант в общении, талант в умении подавать информацию, присоединяйтесь, пожалуйста, будет вам уважухой и почет по полной программе за то, что вы возьмете на себя такую очень важную и интересную ответственную работу. Дальше. Задорнов ответил, что еще не готов общаться в таком формате. Это пишет Василий Васильевич. Дальше, дальше, дальше я смотрю, ну, хоть ответил. Виталий из Эстонии. Так, здесь идут переписка про зеркала Козырева. Так, возражение, да ладно, Задорнов точно не придет, с ним все хитро, я не знаю, что имелось в виду хитро, вот, но я знаю, что Задорнов очень серьезно загружен, у него сейчас идет несколько передач на серьезных радио и телевидение, помимо его выступлений, так что вот как-то не уверен, что будет у него возможность, а может быть и желание к нам прийти. Кстати, когда меня спрашивали по поводу Ютуба, я не уходил от ответа и не хотел сказать, что я не заинтересован на Ютубе появляться. Если получится нам каким-то образом отсекать музыку, которая идет от Ютуба, чтобы просто не было каких-то конфузий, то в этом случае, наверное, видео какие-то будут появляться. Я знаю, что на Ютубе есть трансляции, я знаю, что на Ютубе есть варианты живой трансляции. Так, «Есть них богов» пишет, распространяешь иностранные слова, распиаренность, раскрученный, расхваленный, вот это по-нашему. Ну и применяйте слова, которые всем известны, а так, конечно, хотя слово «раскрученный» тоже сленговое слово, расхваленный, наверное, больше подойдет, но хвалиться собой не очень мне нравится, поэтому нужно подобрать все-таки более правильное слово. Дальше смотрим, что еще какие у нас были вопросы. «ДД» 28.09 был эфир с Еленой Смирновой. Затронули религиозную тему, отходящую от заявленной. Была оговорка, что лучше подготовиться и провести отдельный эфир. Очень хотелось бы продолжения. Честно говоря, я с Еленой после этого не связывался. Как-то там, ну, дети, понятно, человек тоже занятой, и к ней обращаются многие за помощью, поэтому надо все-таки с ней будет связаться. уточнить, какое у нее, во-первых, впечатление от того эфира, который прошел, и есть ли у нее желание провести еще один эфир, ну, например, по религиозной теме. Хотя я считаю, что религиозные эфиры на радио, которое объединяет, в общем-то, наверное, на мой взгляд, неправильно проводить. Почему? Потому что любая религия в современном исполнении, она чем-то сродственна с таким глобальным бизнесом. А там, где присутствуют какие-то вот такие моменты, не совсем все чисто и гладко. Это, на мой взгляд, не совсем то, что нужно делать на радио, а может быть, совсем не то, что нужно делать на радио, о чем необходимо говорить. Поэтому религиозные темы, которые очень часто, как и политика, разъединяют, как и бизнес разъединяют, наверное, на радио на религиозные темы говорить не совсем правильно. А если говорить, то надо рассказывать, наверное, как-то что-то так, чтобы никто не обижался, а просто это была информация, помогающая человеку, может быть, в чем-то разобраться. Дальше. В эфир. Виталий пишет из Эстонии. Я распространяю по социальным сетям о в эфирах. Благодарю тебя, Виталий. Владимир Азематич за этот вопрос. Алексей, как ты думаешь, качество информации, подаваемой обратно пропорционально количеству слушателей, обязательно, я так и думаю, что чем выше качество подаваемой информации, тем больше тех, кто ею заинтересуется. Ведь недаром же дети постигают этот мир через игру. А игра – это всегда то, что детей устраивает. Вот если они затевают какую-то игру, значит, это их устраивает, это их интересует. Потом такой же принцип познания мира через игру остается и у более старших людей. Только игры уже как-то не детские. Кто-то начинает играть в бизнес, кто-то начинает играть в политику, кто-то там еще во что-то начинает играть. Но принцип игры остается развлекая, увлекая, увлекая, направляя. Поэтому встречают по одежке, провожают по уму. Так вот, чтобы проводили по уму, необходимо, чтобы сначала встретили. А как раз вот эта обертка, вот эта одежка, подача информации, в данном случае, если мы говорим про радио, они дорогого стоят. На мой взгляд, несмотря на то, что мы делаем все попытки, чтобы радио стало интересным, чтобы радио было разнообразным с точки зрения музыки, подачи информации, не хватает все-таки людей, которые бы занимались профессионально или на уровне профессионализма, потому что профессиональный профессионализм немножко разные вещи, я могу объяснить, так вот, которые бы занимались этим на постоянной основе с профессиональным подходом, и тогда радио могло бы стать еще более интересным и с точки зрения подачи информации, и с точки зрения донесения информации. Чем отличается профессионал от профессионализма? Часто говорят, я профессионал в таком-то направлении, я профессионал в таком-то направлении. Так вот, есть такое понятие профессионал и профессионализм. Это не совсем одно и то же, как бы это могло странным показаться. Мне кажется странным. Дело в том, что профессионал – это тот, который зарабатывает каким-либо делом себе на жизнь. Вот это называется профессионал. То есть от слова профессия иностранная. То, что кормит человек и кормит его семью. А вот профессионализм, он уже может не относиться к профессии. Это просто такое понятие, когда сделано очень качественно, очень хорошо, на высшем уровне. Так вот, когда мы говорим заниматься профессионально чем-то на радио, народном славянском, когда у нас нет бюджета, который бы позволил платить зарплаты людям, то в этом случае этот вариант не подходит. Профессионально заниматься, профессионально здесь работать не получится, как профессионал. А вот профессионально доносить что-либо с точки зрения, как я уже объяснил, высокий уровень подачи, вот это можно делать. Тут как раз вот нужны такие люди, которые бы были в чем-то альтруисты, как и многие из тех, кто участвует на радио. И тогда бы что-то у нас получалось. Так, дальше смотрю, какие у нас вопросы еще поступают. Какие вопросы поступают? Так, чат у нас скачет, очень быстро у нас все это движется, поэтому я сейчас устанавливаю прокрутку. Про задорно поговорили, про иностранные слова тоже поговорили. Так, это тоже сказали. Юмор.фм. Ну, конечно, там это про задорно продолжается разговор. Возьмите, да принесите пользу радио, распространите радио в социальных сетях. Это так всем рекомендует Виталий из Эстонии. Я как-то еще раз хочу напомнить, что у нас сейчас появляется очень много людей, которые начинают думать о будущем страны, державы, о своем будущем, о будущем своих детей, как детей воспитывать, как растить, как сделать так, чтобы всем было хорошо. И среди таких людей есть достаточно влиятельные люди. Влиятельные и с точки зрения политических каких-то взглядов, и с точки зрения финансовых. Но я уже неоднократно говорил, когда просто идет разговор о том, что ой, как хорошо бы жить по совести, в ладу с природой, по конам и по конам наших предков. Это все хорошо, замечательно. Когда вот просто идут разговоры. Как только идет разговор, ладно, а вы видите, что радио является одним из таких, одной из таких основ, где вот эти поконы распространяются. Говорят, да, по сути, вот, Алексей, ты со своей командой строишь храм. По сути, ты делаешь такое дело очень важное. Говорю, ну ладно, вы там бизнесмены миллионами ворочаете. Если хотя бы пять человек возьмут на себя какие-то такие добровольные обязательства раз в месяц пересылать какую-то небольшую сумму денег, небольшую для них, то в этом случае мы могли бы людей поддерживать финансово, тех, которые участвуют в радио. И тогда бы стали появляться уже не просто профессиональные работающие люди, а именно профессионалы. Нужно было призывать для работы на радио, радио стало бы интересней, и репертуар бы увеличился, и количество программ увеличилось бы, и сами программы стали бы интереснее, музыка была бы более качественной и так далее. И вот тут натыкаемся на простой такой вопрос. Тут они сразу забывают про славянство, тут они сразу забывают про вот эти все разговоры, про будущее. Как-то вот это вот спадает, такая накидка славянства, и они начинают сразу рассматривать бизнес-планы. Типа, ну давай, приходи к нам, мы тебе все дадим, ну давай, мы тебя поддержим, ну условия вот такие, ну давай мы тебе купим вот это, ну ты будешь делать вот это, и так далее. Сразу вдруг пропадает все про славянство. Опять же, задавал вопрос, вам нравится, как радио существует? Да, нравится. Вам нравится, что оно несет? Да, нравится. Говорю, а почему же тогда выставляете какие-то условия? В чем проблема-то? И тут начались разговоры, ну мы хотим какого-то баланса, какой-то защищенности, какой-то гарантии. Говорю, ребята, какой гарантии вы хотите? В течение нескольких лет мы с соратниками, не получая ни копейки, это все дело делаем на собственном энтузиазме. Какие вам еще нужны гарантии? Вы говорите, что вам нравится то, что мы делаем. Какие вам еще нужны гарантии? Вы хотите какой-то защищенности. От кого? От нас? Вы хотите подписать какие-то договоры, чтобы мы там сели, за стол провели переговоры, трудовой договор составили, подписали договора, что мы обязуемся делать вот это и вот это, а что из нашего поведения это не видно, а что из того, что вы слушаете, это не слышно, из этого всего это не исходит. И тут все затыкается. То есть есть представление о том, как бы хорошо жить по нашим державным поконам, как бы хорошо создавать объединяющую площадку, где религия какая-то вообще там была на стороне, и мы рассматривали людей, живешь ты по совести ладу с природой или не живешь, хочешь ли строительство державы, хочешь ли ты, чтобы русское население, все русскоговорящее население нашей державы чувствовало себя очень хорошо, чтобы у нас было меньше врагов, чтобы в конечном итоге вообще врагов у нас не было. Вот эти все разговоры сразу забываются. Сразу начинается разговор на уровне денег, на уровне договоров и всего остального. Вот когда появятся так называемые бизнесмены, которые становятся купцами с хорошей точки зрения, деловыми людьми с хорошей точки зрения, с нашей, предприниматели с нашей точки зрения, которые бы вот не просто на словах это выражали, а выражали еще делами, я не знаю, вот хотелось бы, чтобы появлялись. Но когда они появятся, тогда я чувствую, что радио перейдет очень быстро на новый этап развития, на новый виток развития. Так что вот так. Дальше, Ярогор, вопрос Алексей. Расскажи про видео с телевидением Крым. Какая цель эфира, будет ли продолжение, какие планы на будущее? Благодарю, Ярогор. Значит, ситуация какая? Наши друзья ездили в Крым познакомиться с Тараном. Это тот человек, который принимает участие в этой телевизионной кампании крымской, первой крымской кампании. Оказался очень интересный человек, очень правильных взглядов, во многом отвечающий их взглядам и моим взглядам. И они, проводя свои какие-то разговоры, переговоры о сотрудничестве, упомянули о нашем радио. Естественно, интерес проявился у него. И буквально на следующий день он вышел на связь. Дмитрий Таран имеется в виду. Вышел на связь и предложил завтра, во вторник он выходит, завтра мы проводим эфир. Я говорю, а на какую тему эфир? Он говорит, ну, просто расскажешь о том, чем вы занимаетесь. Потому что вот у нас информационная война, и мы рассматриваем тему, а как эту информационную войну вести? Такими средствами, которые бы малозатратные были и так далее. Вот. И, в общем-то, включил я, наконец-то, видеокамеру. Нашел, подключился, сел перед ней. Было непривычно, что я никого не вижу. Когда я обычно, если видео снимают, я обычно перед публикой выступаю. А тут я понимаю, что видео работает, а я-то никого не вижу. Поэтому было первое время какое-то неудобство, ощущение. Вот и все. И, в общем-то, на этом все закончилось. Мы сняли. Дальше я задал вопрос ему по поводу того, ну, как передача, какие там впечатления, какая реакция. Он поздоровался со мной, но пока ответа не дал. Видимо, может быть, загружен так же, потому что человек тоже, понятно, на себя тащит очень много. Поэтому ничего я не могу сказать про продолжение, по поводу планов на будущее. Также ничего не могу сказать. Если будет от него предложение что-либо рассказать, появится еще у них на телевидении с какой-то темой, я, если сочту, что я компетентен в этой теме, я могу что-то по ней рассказать, то я расскажу. Так, дальше. Ну, здесь вот переписка. Вот. Кстати, по поводу крымского эфира, теперь частенько смотрю Дмитрия Тарана. Ну, вот видите, как здорово. Значит, получается, двусторонне у нас получилось информирование. Слово рекламы не упоминаю. Информирование. Мы про крымское телевидение проинформировали, а крымское телевидение проинформировало о нас. Я уже несколько дней не залезал на канал Дмитрия, и не смотрел, какие отзывы там идут. До того, там были только два негативных отзыва о том, что я только с виду русский, на самом деле, а не русский, потому что по Достоевскому русский – это тот, который православный. Вот. То есть, если не православный, то не русский. Ты можешь говорить на русском языке, но при этом ты раз не православный, ты не русский. Вот. Там были ответы с моей стороны, с стороны Дмитрия. Еще кто-то ответил. Кому интересно, пожалуйста, сами прочитайте. Так, дальше. Виталий из Эстонии в эфир. Какие планы на эфиры? Планы на эфиры такие – приглашать разных людей, которые способны четко доносить и, понятно, доносить свои мысли. Это первое. И второе, что не оба какие-либо мысли, а те мысли, которые полезны всему нашему славянскому миру всегда жили с нами рядышком. То есть, побратимые народы. Коренные народы славянского мира – это те, которые издревле, несколько тысяч лет существует Бог обок с нами, и которые, в общем-то, на этой земле такие же хозяева, как и мы. С некоторыми, конечно, оговорками. Понятно, часто я чувствую, кто-то на меня там накинется. Но, опять же, сейчас не эта тема, поэтому я всего не говорю. Не бейте ногами сильно. Я исправлюсь в следующий раз, я поясню, что имеется в виду. Так, дальше согласен, пишет Гриша, лучше избегать религиозных стычек. Нужно быть более тонким в этом вопросе. Конечно же, я не делю людей, в первую очередь, на какие-то религиозные взгляды. В первую очередь, я рассматриваю людей так. Наш ты человек или не наш? То есть, какие у тебя мысли? Какие у тебя дела? Какие результаты дел? Если ты не разрушаешь природу, если ты не разрушаешь общество своими делами, словами, чаяними мыслями, если ты не разрушаешь сам себя и вообще этот мир, то в этом случае тогда ты наш человек. Если ты, ну, как минимум наш человек с точки зрения, что с тобой уже можно общаться. Если же ты живешь по совести в аду с природой и при этом хочешь построить державный мир по древним нашим устоям, где не было какой-то гадости и дряни. В этом случае ты мой брат. И независимо от того, какой религии ты придерживаешься, я буду с тобой общаться, чтобы найти какую-то точку соприкосновения, пересечения. И вполне возможно, что мы что-то сделаем вместе. Если же в дальнейшем мы видим, что религиозная тематика перевешивает, то в этом случае я просто немножечко отхожу в сторону, даю возможность человеку этим насладиться до конца и пройти через это. Почему это я делаю? Потому что если существует какая-то религия, да вообще что угодно существует на земле, значит, для чего-то это здесь необходимо. Но наши же древние пращуры, наши боги и единый бог, если так говорить, ну, наверное, не придурки какие-то, они знают, что делать. И, наверное, понимают, что здесь происходит. И раз так, значит, по каким-то причинам и религии существуют, и адепты этих религий существуют, видимо, людям необходимо пройти этот урок, необходимо что-то сделать именно в этом направлении. Другое дело, что есть люди, которые от рождения до смерти находятся в этом состоянии, значит, им необходимо весь путь полностью пройти от А до Б и уйти отсюда, находясь в этом. А есть люди, которые пришли, дополнили ту информацию, которая у них отсутствует, и за время жизни, например, прошли несколько обучений в религии, в какой-то там эзотерической школе. Кто-то там у шаманов поучился, кто-то там ясновидению поучился, кто-то еще что-то взял. И в конечном итоге, пройдя все это, он уже приходит такой всесторонне развитый и понимает, что вот теперь у него направление заниматься своим родным. То есть, то он изучил, все ему понятно, все ясно, и теперь он может заниматься своим родным. Поэтому по-разному все существует, и говорить, что ты плох только из-за того, что ты увлечен какой-то религией или что ты занимаешься только этой религией, я так не могу, я противник этого. Если человек, еще раз повторю, живет по совести, аду с природой, уважает наследие предков, то в этот случай это наш человек. А если уж он и по крови генетически мне близкий, то в этом случае он вообще мне брат, и религия для меня второстепенна. До той поры, пока он сам не начинает как-то проявлять излишне это, и кидаться на других. То есть, я первый никогда на кого кидаться не собираюсь. Так, дальше. Данил написал, «Игра пробуждает желание, и я надеюсь, что оно благостное». Я тоже надеюсь. Так, вот появилась Юля. В чате она прислала ВКонтакте фотографии Скользкого. Так что, кто находится в чате, те могут посмотреть, что там такие за камешки интересные, про которые Юля рассказывала. Так, про места силы будет передача. Это она утверждает, отвечает Владимиру. Дальше вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Здравия, Алексей. Скажи, пожалуйста, будут ли в ближайшее время эфиры с Сурияром? Да, недавно Сурияр вышел на связь после каникул своих, и у нас была договоренность возобновить по четвергам с ним встречи в эфире. Вот, поэтому, если захотите, я сейчас даже открою свою тетрадочку и скажу, когда у нас, что назначено. Назначено на 27 октября. Вот, ответил на эти все вопросы. Дальше. Ингварь отвечает Грише. Дело не в стычках, а вот просвещение в различных вопросах разных религий. Это было бы полезно. Но, опять же, как строить эфир? Если просто кого-то ругать, то это будет одно. Это будет просто свалка, и ничего хорошего не будет. Если просто рассказывать о чем-то, о истории религии или как-то по-другому, то в этом случае вполне может быть кому-то что-то будет на пользу. Кто-то убедится в том, что, да, он на правильном пути и возьмет самое лучшее, а кто-то скажет, что это он уже понял и надо идти дальше. Я это не исключаю, но ни в коем случае свалку и драку устраивать не надо. Дмитрий Николаевич мне задает вопрос про фанатику. Иногда в эфире очень двусмысленные песни. Например, «Ой ты, Галя» с казаками, хотя есть оригинал «Ой ты, ойся», где «Я тебя не трону» и другие песни оригиналы будут. Дмитрий Николаевич, дорогой мой, пожалуйста, помоги нам с оригиналами. Честно, без ухмылки, без всего. Помоги. Вот присылай оригиналы. Как это сделать, напоминаю. Есть такие замечательные сервисы «Mail.ru» и «Yandex.ru». И там у них есть облака. В «Mail.ru» так оно называется. «Облако» – «Cloud.Mail.ru». А в «Yandex.ru» – «Disk.yandex.ru». Так вот, там можно совершенно бесплатно создавать небольшого размера вот эти самые свои виртуальные хранилища. Туда в папочке закачивать какие-то файлы, в частности, музыку. И на папочку прислать ссылку. Не копировать сверху то, что написано в адресной строке, а то, что правее находится от папки. Там, например, открыть доступ, получить ссылку. Там могут быть разные слова. Так что вот так. Если, Дмитрий Николаевич, поможешь нам, я буду счастлив и буду тебе благодарен. И причем не только, наверное, я, но и наши радиослушатели. Так. Дальше смотрим. Здесь идет переписка про то, что связано с религиями. «Вестник богов распространяется в соцсетях. Постоянно представляю наше радио». Благодарю тебя. «Вестник богов». Так держать. Дальше. Это идет переписка с Йолкой, которая появилась в чате. Вот что-то на камнях. Так. Дальше, дальше, дальше. «Виталий из Эстонии. Эфир. Ведь добровольные дела гораздо лучше». Согласен. Так. Дальше. «Ингваря». Угадал про эфиры. Прямь та же передача, что и Пякин выступает. Ну, может быть. Может быть. Дальше. «Правда о политике» или он другую ведет. Но там и политика есть и так далее. «Вестник богов». В «Контакте» Алексея Тебяна на странице указано отношение к алкоголю и курению резко негативное. Это что, из серии «Бензина нет» или «Бензина совсем нет»? Поясни. Резко негативно такой выбор представляет опросник ВКонтакте. Поэтому из всего, что там было, я выбрал самое крайне радикальное выражение резко негативное. Были бы там какие-то другие варианты расширенные. Я бы посмотрел и выбрал бы из них. Но, как говорится, если бы декабы, то во рту расти грибы, но за ними в лес ходить приходится. В вороту они, к счастью, не растут. Так, вот «Ёлка» благодарит всех за поддержку. Так, вот «Ингварь» сбрасывает ссылку на, видимо, с Тараном, где у нас была передача. Запись с Алексеем. Гриша пишет, информирование тоже не русское. Осведомление, наверное, будет ближе. Конечно, согласен. Осведомление. Это больше подходит. Так, Алексей. Тарана смотрел уже пару месяцев. Если видел, у него выступает эксперт Зелена Тара. Вот ее бы пригласить на радиопередачу. Алекс, будь добр. Если у тебя есть такая возможность, ты можешь связаться, поискать ее и предложить. Я буду рад с интересными людьми, которые могут принести пользу нашему обществу, всему славянскому миру пообщаться. Так что участвуйте. Вот елка есть, пожалуйста, вы можете, елка имеется в виду позывной, Юлия имеется в виду, стоянного, можете ей посылать сообщения, предложения, и она, если будут какие-то более конкретные указания на то, где найти человека, как пообщаться, я думаю, она подключится и по мере возможностей с кем-то пообщается и пригласит. Так, Ингварь, прям первая цитата из под видео. Интересно бы знать, какой вера и какой смысл жизни Алексея Орлова, то есть ради чего живет, ради чего готов умереть, какие духовные нравственные законы он исповедует. Их источники и авторитеты. Как-то странно копаться в исторических мелочах, не замечая главных истоков русской государственности с их святыми предками и преданиями. Прямо 40 бочек арестантов, а вот сыны не там, или, как говорил дедушка Крылов, а слона-то не заметил. Неужели эти люди не читали наших гениальных классиков? Нет их тогда. Нельзя назвать русскими. Только по языку не знают они души русской, как писал Пушкин, Гончаров, Гоголь, Достоевский и другие. Тогда вопрос, на кого вы работаете, если вы благополучие или комфорт ваши боги? Ответ очевиден. Да, это как раз тот самый человек, который вот один на тот момент, когда я смотрел, один вот так вот написал про мое выступление, что якобы вот я только по тому, что говорю по-русски и называюсь русским. На самом деле я не православный, поэтому я русским себя называть не могу. И уж тем более, здесь я правда не понял, про какой комфорт он тут пишет. Если кто видел, видела, наверное, обратили внимание на ту голую стенку, которая за мной. Там даже косяк двери не закончен, не сделан. Это говорит о том уровне достатка, в котором я сейчас нахожусь. Поэтому про какой комфорт и благополучие, и про каких богов комфорт и благополучие пишет человек, я не знаю. По поводу чтения Пушкина, Гончарова, Гоголя, Достоевского и прочих, опять же, человек сам же себе отвечает на вопрос, как будто бы он уже со мной поговорил, провел тест ЕГЭ, уточнил, кого я читал, не читал, какие произведения, и после этого уже сделал вывод. Ну, видимо, он провидец, я рад за него, молодец, здорово. Так, дальше, вопрос в эфир от Ярогора. Рыбников интересен, я имею в виду, приглашать или нет. Ярогор, значит, с Рыбниковым у нас была беседа по телефону как-то. Он, в принципе, это было в прошлом году, он, в принципе, тогда высказал желание в эфире появиться. Мало того, у нас был даже назначен час встречи в Скайпе. Я в тот момент, хорошо, что находился недалеко от дома, то есть в этой же деревне в гостях. Я попрощался со всеми, просто потому что по телефону мне пришло сообщение, я готов выйти в Скайп. Ну вот, я попрощался со всеми, хотя еще беседа за столом с друзьями была не закончена в гостях. Я со всеми попрощался, пришел к компьютеру, включил его, написал несколько сообщений, в том числе и по Скайпу, не только по Скайпу, но и по телефону, СМС, но так у нас никакого сообщения общения не произошло. Так что, если, Ярагор, у тебя будет возможность с Рыбреньковым еще раз поговорить по поводу выступления, то в этом случае надо будет уточнить тему, на которую будет передача, и, в общем-то, наверное, мы можем разговаривать. Алекс 63. Зеленатара, вот кого пригласить на радио, она эксперт на ТВ у Тарана. Ну, я уже ответил, что, да, если есть такая возможность, я буду счастлив с хорошим человеком пообщаться. Данил, комментарий, дополнение в эфир. Как говорил один из ведущих, по делам их узнаете их. Так, и сразу же ответ. Это из Библии. Виталий из Эстонии пишет, для меня неважно, какой религии ты придержишься. Это ведь личное или интимное дело у каждого человека. Главное заповедь – живи по сути, в роду с природой. Да, именно об этом я и говорил. Но очень часто, опять же, я там в конце уточнял, что иногда люди сами, которых ты воспринимаешь именно вот так, как написал сейчас Виталий, очень часто переходят на религиозные темы с точки зрения агитации, с точки зрения даже какой-то агрессии. Вот как, например, тот человек, уважаемый, который написал под видео своим выступлением на первом крымском телевидении о том, что вот ты не такой, потому что ты не такой. Все. Потому что если ты вот себя не относишь к этому, значит, ты не такой. И там дальше домыслы пошли и так далее. Ну, как с человеком разговаривать, который уже все про тебя знает, он уже все решил, и ему дальше уже абсолютно неинтересно, что ты имеешь в виду. Так. Ингварь. Про религию не ругать, а рассказывать именно об истоках, особенностях и отличиях. Ну, в общем-то, да, здесь нужен тогда эксперт, который бы, не ругая, мог рассказывать, доносить какую-то интересную, важную, полезную информацию. Здесь я согласен. Так, дальше. Вопрос в эфир. Ответственник из богов. Если религия на подобии иудаизма и ордена иезуитов, радикальных направлений ислама, их деятельность направлена на заморачивание людей, и вот их в пекло, вплоть до прямого физического несражения, в первую очередь, на славян, шахиды и так далее, то какие уроки проходят люди, попавшие в их сети? Ответь, Алексей. Значит так. Как уже неоднократно говорилось, в любой школе, на мой взгляд, Мидгард земля, или кто-то просто говорит земля, является одной из таких школ, необходимо какие-то практические занятия. Недостаточно говорить про то, как надо жить по совести, недостаточно говорить про то, как надо не переживать из-за всяких пустяков, недостаточно говорить про то, что необходимо относиться с веданием и любовью ко всему, что здесь существует, но нужно еще сдавать некие зачеты и экзамены. Эта мысль, я думаю, понятна. Так вот, для того, чтобы сдавать зачеты и экзамены, необходимы как раз те раздражители, которые на практике смогут проверить, а насколько вы, помимо того, что умеете говорить о любви, о нравственности, о стойкости, о силе воли, о проявлении своей гражданской позиции, вплоть до того, что встать на защиту своего отечества с оружием в руках или унять какого-то негодяя, насколько вы, кроме вот этих слов, готовы на практике это все применять? то есть, если вы все время говорите про любовь, но при этом срываетесь постоянно направо и налево, это всего лишь навсего слова. Если вы все время говорите про ведание, но при этом не изучаете этот мир, не изучаете самого себя, а просто цитируете что-либо из написанного кем-то или где-то прочитанного, или услышанного из чьих-то уст даже самого уважаемого человека, в этом случае это всего лишь остается разговор про ведание. Если вдруг вы понимаете, что есть те люди, которые человеконенавистники, которые желают подчинить людей себе, превращая их в стадо каких-то животных, которыми просто управлять и численность которых в этом случае просто как-то регламентировать в нужном количестве, известны все планы, да, на золотой миллиард, например, и так далее, то в этом случае тогда в общем-то встает вопрос ну как-то проявлять себя, что ли, где-то в разговоре, где-то в сдержанности, где-то в мыслях, где-то может быть и с точки зрения физики, но иначе как? Поэтому надо понимать, чем больше вы изучаете что-либо полезное и доброе в этом мире, чем больше вы воспитываете себя самого как человека ведущего, познающего этот мир, живущего по конам, по конам и устоям наших предков, тем вы сильнее становитесь и тем мир становится сильнее. За лидером люди начинают тянуться. То есть вы занимаете нишу лидера, причем, может быть, негласного. Есть же лидеры, которые не призывают на баррикады кого-то, есть люди, которые спокойно себе живут, но к ним постоянно приходят. Но сколько было так называемых святых, которые сейчас и в христианстве известны, и которые известно, что они были волхвами, которые не светились нигде, но к ним очереди стояли, чтобы спросить буквально слово одно. Задать один вопрос, получить короткий ответ, поклониться и уйти. Все. Эти же лидеры никогда не залезали на баррикады, никогда не залезали на бочку, не били себя грудь пяткой, но к ним народ обращался. Так вот, чем больше становится таких лидеров, тем больше людей понимают, что надо делать. Чем больше людей понимают, что надо делать, тем меньше их возможно обмануть, тем меньше их возможно направить по пути кривды, тем меньше их возможно сделать какими-то вьючными или жертвенными животными. И тогда такие секты или такие течения, о которых написал вестник богов, становятся менее проявлены. У них меньше возможностей влиять на людей. И в конечном итоге, если это рассматривать с точки зрения естественного природного паразитирования, то паразиты сами собой отваливаются. Но в том случае, если вдруг паразит применяет какие-то воздействия, переходящие грань словесную, а переходит уже на физику, то вот в этом случае, скорее всего, возможно аналогичное ответное действие. Вот это тоже надо учить. То есть не надо понимать, что сидит тут Алексей и призывает всех лапки сложить перед грудью, глазки поднять на небеса и сидеть только медитировать или думать только о хорошем. Нет, надо жить полноценной жизнью. Крепким надо быть и мысленно, крепким надо быть и сердечно, крепким надо быть и физически. Это и есть цельность, цельность человека. И в случае, если на вас идет ментальная так называемая энергетическая атака, вы должны уметь уходить из-под нее, перенаправлять, защищаться, перетрансформировать, перестроить, перелопатить эту энергию и применить ее в мирных целях, как это, в принципе, наши предки и делали. Если на вас идет какая-то агрессия, уже не энергетическая, а смесь такая грязная, вы тоже должны знать, как из нее выходить, как правильно поступить, чтобы не заляпаться самому, не заляпать кого-либо в округе. Если на вас идет уже физическое воздействие, тоже вы должны уметь за себя постоять, за свой мир, за свою семью, за свою державу. Вот к чему я всех призываю. Будьте полноценными человеками. Поэтому уроки все проходят, и те проходят свои уроки, им это необходимо отработать, потому что они пришли из своего мира, где у них свои установки, и они тоже в этой школе учатся, но они на практике проверяют это дело на тех, кто рядом с ними находится, не в их составляющей. Надеюсь, я ответил. Дальше. Вы связались с Ефимовым, Виктором Лисеевичем из КПЕ спрашивает Дмитрий. Мало того, в прошлом ноябре мы с ним общались лично, тогда, когда он еще был ректором аграрного университета, в его кабинете, об этом есть видео у нас, он отвечал на наши вопросы, ему понравилось с нами общаться, но потом случилось так, мы с ним договорились о том, что иногда будем проводить на радио эфиры, он согласился там в кабинете у себя, но потом где-то через месяц, когда через два может быть, к нему обратился уже после Нового года, да, через два, после Нового года, в ответ пришло письмо от его секретаря о том, что статус изменился, и он уже не может выступать на радио, вот как-то так, вот это я по эфиму ответил, то есть не всегда наши желания совпадают с возможностями или желания тех, кого мы желаем слышать на радио или видеть, кстати, если уж так говорить, у нас же есть возможность еще и приехать куда-то и что-то снять, поэтому если вдруг какой-то человек очень интересный и он радио формат не укладывается, ему нужно что-то показывать, в том случае мы можем подъехать, если, конечно, будут на это финансовые возможности, и что-либо заснять, как это было сделано с Невмывакином. Так, дальше, вот, да, меня тоже в семье не русским считают, так как я не пью и ушел от христианства, пишет я Гриша. Дальше, я смотрю, где у нас есть вопросы. Владимир из Эстонии. То, что Толстой Достоевский и все остальные писали о русском человеке, но это их взгляд. Да, конечно, Данил, комментарий, дополнительный к эфиру. К негативным репликам по поводу выступления на Крымском ТВ. Это неумение видеть и чувствовать прежде всего себя. Я не знаю, не хочу ни за кого что-либо говорить, принимать решения. У каждого свой путь, у каждого свое обучение в этом мире. Вести Богов. Вопрос в эфир. Заповеди Богов есть такая заповедь, что нельзя брать спутники жизни человека, рожденного от одного с тобой в одно с тобой лето, кроме рожденных в один день и час. Но почему не поясняется? У тебя есть ответ на этот вопрос, Алексей? «Благодарю». Там сказано, насколько я помню, еще в священное лето или рожденных в один день и час. Я могу предположить свою точку зрения, высказать, что если люди находятся на одной частоте вибраций полностью совпадающих, идентично совпадающих, то есть в один день и в один час рожденных, то у них все замечательно, все хорошо. Если это священное лето, тем более. если же они просто являются погодками, то, что сейчас называется, то, скорее всего, ничего там хорошего не будет, потому что есть понятие строительства семьи. Мы же хотим построить семью, священный союз заключить, семейный, цель которого это правильное позиционирование себя как женщины и себя как мужчины. То есть женщина не должна брать на себя функции мужские, а мужчина не должен брать на себя функции женщины, иначе получится нечто такое неприглядное, непонятное и нехорошее. В общем, ничего доброго из этого не выйдет. Когда же люди являются погодками, то в этом случае одно из объяснений пытаюсь дать, то в этом случае у них равенство в годах часто создаёт конкуренцию. Женщина не всегда готова принимать то, что говорит мужчина, а мужчина естественно то, что говорит женщина. И там начинается борьба кто главнее. Вот это современный подход к семье, к браку то, что называется, когда все равны, главное доказать, что ты круче, взять инициативу в свои руки, управлять всем и так далее. То есть, это не строительство семейного союза, это не поиск счастья в семье, не житьё по нашим поконам. Если же мы возвращаемся к тому, как предполагается должна быть разница между мужчиной и женщиной в семейном союзе, то мы обращаем внимание на то, что девушки уже после 16 лет или 16 лет имеют право выходить замуж, а мужчины после 20 лет, 21-22 лета могут брать жену. Смотрите, разница какая, где-то там 4-5-6 лет. То есть, в данном случае мужчина уже более опытный, состоявшийся, как, может быть, воин, ведь не зря же с 18 лет на военную службу призывали. Раньше сейчас это контрактом пытаются заменить, что, на мой взгляд, не совсем верно, а может быть, совсем неверно. контрактники у меня ассоциируются с наемниками, а наемников нанимали туда, где необходимо грабить. И ни одна война наемниками не была, не было победы со стороны наемников. Наемники, всегда работающие за деньги, именно работающие, они свою жизнь ценили выше денег. И случай, если грозил им опасность, они бросали оружие, сдавались или убегали. А человек, который сражается за родину, за отчизну, за державу, за свою семью, за своих родичей, за своих друзей, за идеалы своего рода и народа, в этом случае его победить нельзя. Вот в этом я чувствую некую нестыковку, когда слышу про контрактные войска, про контрактную армию. Ну так вот, о чем это я? Я про то, что мужчин не зря призывали 18 лет на службу, 2-3 года становления. Примерно к этому возрасту, 20-21 год, мужчина возвращался крепким человеком, познавшим, как держать в руках оружие, как защищаться, как побеждать. А именно на это должна быть направлена любая армия. Я не говорю про то, что там кто-то в стройбат ходил служить и кроме лопаты ничего не знает или кто-то сидел в штабе всю жизнь. Нет, я говорю про нормальные. Армию. И получается, что до армии он получал обучение светское, потом военное и после этого возвращался мужчиной. Но это упрощенный, усеченный. В древности было все еще более интереснее. И к 21-22 годам мужчина уже был состоявшимся мужем, который готов был содержать свою семью, защищать свою семью, знал, как воспитывать детей, знал, как вести хозяйство и так далее. А девушка с 16 лет уже до этого вествующая, которая была до этого вестой, естественно, когда выходила замуж, она прекращала вествовать, она становилась уже невестой, она становилась матерью, становилась ведьмой, ведущей матерью, когда у нее дети появлялись. И она тогда уже становилась веберегом и так далее. То есть все шло по тому вот сценарию, как это должно быть. И тогда проблем никаких не возникало. Вот этот вот зазорчик, эта разница в годах, в летах, она была очень полезна для этого. Девушка, если правильно воспитанная, видящая себя не бизнес-вумен, не проституткой на панели, не танцовщицей в среде с баре, а именно матерью, защитницей, ведуньей, то в этом случае она именно жаждела того мужчину, с которым могла бы построить семейный союз и развиваться как женщина, получить все самое необходимое и дать возможность своим детям появиться на свет, продлить рот этого мужчины, мужчине помочь развиться, как мужчине утвердиться уже окончательно к супругу. И, в общем-то, сделать очень много полезного в этой жизни. Поэтому я вижу, что заповедь про то, что как-то разница должна быть, она вполне уместна. Есть там еще какие-то подводные камни? Я думаю, что есть. Но у нас сегодня передача не посвящена этому, поэтому еще одну версию или две версии рассматривать больше пока не буду. Так, дальше. Виталий из Эстонии. Почему русский человек должен придерживаться православия или религия? Для меня лично непонятно. Поясни, почему люди думают стереотипами и штампами. Очень просто. В каком мире человек воспитан, тем мышлением в принципе он и располагает. Какой инструментарий в него вложен и в принципе владение этими инструментами, так он ими и пользуется. В них заложено черное, белое, хорошо, плохо, холодно, тепло. Вот он ими и располагает. Поэтому, если его приучили спрашивать, не дожидаясь ответа, самому давать ответы и исходя из этих ответов строить свои логические, как ему кажется, суждения, развивать тему, то так оно и есть. Это я уже здесь ничего не скажу нового. Так мы в большинстве своем и живем. В частности, иногда сам себя на этом ловлю. И, кстати, исходя из того, что я себя на этом ловлю, я делаю какие-то уроки и потом вот свои же наработки с тем, что я получаю еще из других источников, я складываю и из этого рождаются те самые небольшие семинары, которые иногда меня просят провести. Дума ответил. То есть, как Маугли воспитан, так он будет и выйти. По-другому не получается. Нарада. Вопрос эфир от Дмитрия. Алексей. Стоит ли в планах сделать эфир про руны? Дмитрий. Значит, руны – это очень интересная и очень отдельная такая сложная тема, поскольку каждая руна несет себе не просто какой-то звук, не просто какой-то образ, а образ в действии направленный. Поэтому, когда мне кто-то предлагает сделать эфир по рун или поучаствовать в какой-либо игре, такие сейчас игры появляются где надо в руны просто раскладываются руны на столе и двигаешься, передвигаешься. Я всегда отказываюсь от этого. Можете воспринимать это как предупреждение и совет с моей стороны, можете никак не воспринимать. Я лично не делаю передачи открытого формата про руны, не собираюсь их делать, не участвую в играх, где есть руны. Если вы хотите изучить руны, это не должно проводиться коллективно, это должно проводиться индивидуально. Другой вопрос, что мы можем, например, рассказать в эфире о том, где руны были обнаружены, что этими рунами могло быть написано, в каких местах эти руны были, кому они принадлежали. Эфир можно сделать. А вот специфический эфир про руны, как их принимать, как ими пользоваться, я не хочу проводить такой эфир по тем причинам, которые я озвучил. Руны это не игрушка. Света, вопрос эфир о том, что такое славянские агмы? Не встречался, не могу сказать. Пояснишь, может быть, каким-то другим словом я это дело называю, может, тогда как-то проясню, потому что именно слово агмы не изучал, не знаю. Так, А, ну вот, варка, по-другому говорят славянские мантры. Ну вот мантры тоже слово, которое восточено, вот, но мантры, наговоры, заговоры, пропевания, прогудения, много было вариантов. Что такое мантра? Мантра – это упорядоченные слова, в которые вложены мысли формы, направленные на какое-то действие, которые произносятся в определенном порядке, раз они упорядоченные, с определенным темпом, с определенным ритмом для достижения какой-либо цели. Поэтому, если это имеется в виду, то у нас было огромное количество мантр, начиная от бытовых заговоров и заканчивая прогудиванием, когда человек, например, подходил другому человеку, которому надо было что-либо поправить, брал его за какое-либо место, некоторые даже брали ноготь в рот, в зубы зажимали и начинали гудеть, при этом пытаясь, ну не пытаясь, а произнося какие-то звуки, которые человек как внутри слова представлял, то есть строил образы, но человек, которому он прогуживал, это было слышно как просто звучание некоторое, и вибрация через ноготь попадала в его скелет и по его телу расходилась, это один из таких вариантов прогуживания, или, например, прогужилась в темечко, или в затылок, вариантов прогуживания было, даже в грудь прогуживали, то есть вариантов огромное количество, вот, также наговоры на какие-то дела, защитные наговоры, кто-то называет амулетные наговоры и так далее, то есть все это есть, все это было и все это будет, поэтому я вот дал ответ, если я правильно понял, что о чем идет речь, то, наверное, вот так, дальше здесь идет, причем здесь Вадим пишет православие, религия, религия, христианство, православие, миропонимание, православие, мир богов, чем занимаются вырезки вашего радио, поясняют праздники, тот человек, например, сам не понимает, о чем говорит, почему у нас именно православие, христианство, а не католическое, три четверти народа погибло за эту новую веру, и они еще утверждают, что рассуждают русский, нерусский, и сами под кем ходят. Ну, это такая реплика, я оставлю ее без комментариев. Так, Вестник, благодарю за емкий ответ по религии, рад. Дальше, Алексей, вы настолько достойно идете эфир, что поклоны вам из латвийской стороны Риги и от Макаровой девичестве Евгении. Ура, ура. Ответный поклон в Ригу Макаровой в девичестве Евгении. Ура, ура. Если есть какие-то предложения, пожалуйста, пишите, буду рад эти предложения рассмотреть. Так, лично кто-то мне написал, думаю, смысла нет читать. христианство не только католическое, но и ортодоксальное, правоверное и так далее. Ну, где-то разбирается. Так, я ищу слово, где упоминается вопрос в эфир. Вопрос в эфир, вопрос в эфир. Про партии, разговор, политики я стараюсь не касаться по определенным причинам. Так, Гриша пишет, я от кого-то слышал, что девушек выдавали замуж только после 21 года, так как сердечная чакра раскрывается после этого времени. Гриша, отвечаю на твою реплику. Очень хорошая реплика, которую часто приходится слышать. Дело в том, что Россия достаточно протяженная страна с севера на юг, с запада на восток или с востока на запад, кому как нравится. Традиции существовало огромное количество, как у тех, кто себя называл русичи, так и у тех коренных народов, которые являются с нами по-братиму или жили чуть ли не под одной крышей с нами. Поэтому очень часто переходили какие-то традиции из одного народа в другой и так далее. Что же касается 21 года? Естественно, что я, наверное, не сторонник того, что девушка в 16 лет должна, как написано, сразу выскакивать замуж. Я думаю, что это на сегодняшний момент скорее всего не актуально. но с другой стороны, ждать 21 года для того, чтобы раскрылась чакра и после этого уже выходить замуж, тоже особого смысла не вижу. Я отношусь к жизни так, когда созрело яблочко, вот тогда оно и пользу принесет, тогда оно и будет и вкусно, и ароматно. Очень часто на дереве, а как человек, живущий на земле, я наблюдаю такие моменты, вроде бы висят одновременно, цвели все, вроде бы и зрели одновременно, а смотришь, вот это яблочко готово уже упасть, оно аж светится все, еще зеленое, хотя на одной ветке растут. Поэтому как можно говорить, когда девушку замуж выдавать в 16 лет или в 21 или после 21? У каждого все происходит индивидуально. Поэтому в древности люди жили по мудрости, по ведам. Веда, кстати, переводится как мудрость. Вот, философия, любовь мудрости, да, переводится, любовь ведание, любовь ведание, можно так говорить. Вот, это как раз заключается в том, что в древности люди смотрели, а готов ли человек, мужчина или женщина, девушка или парень, готовы ли они быть в семейном союзе, сочетаются ли они друг с другом, то есть подходят они друг к другу, смогут ли они друг друга раскрыть, не будут ли они противостоять друг другу. И для этого были жрецы, были волховы, были ведуны, люди, которые готовы были помочь людям подготовиться к этому. Это не говорит о том, что ведун подходил, говорит, так, Манька идет за Ваньку, Гришка идет за Машку, грубо говоря, условно, и все. Нет, естественно, там учитывались все параметры, в том числе любовь, и было же, например, обручение, могло быть до свадьбы, могло быть помолвление, когда, ну, молва, это молвить, да, говорить, когда объявляли, что вот этот парень и вот эта девушка, они в дальнейшем готовы стать мужем и женой. Их могли там помолвить, когда они совсем еще пешком по стул там, грубо говоря, бегали, да, вот, и мальчик, будучи старше, он брал на себя ответственность оберегать эту девушку, помогать ей в развитии, и они, в общем-то, могли рядом расти, друг друга хорошо познавать, а ведуны, отцы, мамы, они присматривались, насколько они друг друга понимают, насколько в них разгорается при взаимодействии вот эта вот искорка, уважения друг к другу, симпатии, то, что, или там душевное какое-то, сердечное, и если видели, что да, это все срабатывает, это все есть, и в них просыпается это чувство, то в этом случае тогда и свадебка была, семейный союз образовывался. Ну, а были моменты, когда не срасталось, но не срасталось, не срасталось, сердцу же не прикажешь, поэтому никогда жестко, на мой взгляд, не подходили до определенных событий, а вот после определенных событий стали подходить более жестко, когда была задача, именно сохранить племя, вот именно сохранить племя, поэтому там уже часто не считались, любишь, не любишь, стерпится, слюбится, как говорилось, да, есть такая поговорка, она появилась уже очень и очень поздно, уже во времена, где-то там, 10 век, 12-й, особенно 13-й, вот, когда период двоеверия был, тем более после Никоновской реформы, это усугубилось, вот там вообще выдавали, как Скотт, брали, там даже были случаи, такой, все, идешь за него и не плачь, и там много появлялось тех самых песен, которые мы часто слышим, душераздирающих отдавали там молоду на чужую сторону, или в более таком фольклорном исполнении, там отпевание невесты, плачь невесты и так далее, там куда же ты меня матушка отдаешь, там что же там буду делать, там я умираю, ну и так далее, и вот здесь Владимир пишет, ну ты еще Петьку вспомни, а почему бы нету, как раз передачи, которым я благодарен, были, где Петька упоминался, они очень хорошо демонстрировали то самое наше достояние, которое сохранилось, на мой взгляд, именно с тех времен, про которые сейчас говорил, так, ну что-то здесь заговорился совсем, много чего-то я тут, значит, рассказывать, так, пишет, хочу купить славянные резкие веди, в форме печатных книг не могу найти, в интернет-магазинах, посажите ей купить, значит, на территории России славянные резкие веди, в тех вариантах, которые они поступали в продажу, были запрещены, все пять томов, насколько я понимаю, в этом случае, они являются экстремистской литературой, приобрести в открытом доступе, их невозможно, потому что это считается нарушением закона, и это уголовная статья, поэтому, не пытаясь найти славянные резкие веди, в формате печатных книг, не найдешь, другое дело, что я знаю, сейчас подготавливается измененный вариант славяно-арийских вед, который в скором времени должен поступить в продажу с учетом тех предписаний, которые вынес суд, с учетом постановления суда, где есть запрещенные моменты, которые должны быть вынесены за рамки основного текста славяно-арийских вед, и могут быть представлены, как в приложении к славяно-арийским ведам, с указанием того решения судебного, где эти цитаты запрещенные употребляются. Вот только в таком формате они возможны к появлению в продажу. Сейчас пока найти на территории Российской Федерации, во всяком случае, не получится. Знаю, что где-то в других странах за территорией Российской Федерации кто-то их пытается распространять. Так ли это? Не так? Не знаю. Дальше. Читаем. Ищу слово. Ищу слово, в котором написано вопрос, вопрос, вопрос. Так, вот в эфир. Даниил, комментарий. В эфир дополнение. О, с рунами это очень серьезно, иногда очень опасно, особенно для невежд. Техника безопасности прежде всего. Ну, в общем-то, благодарю за поддержку. Я думаю, что я донес свою точку зрения, она совпала. В эфир в целом согласен. Алексей насчет разницы в возрасте. Благодарю. Но развитие человека не протекает у всех одинаково. И жизнь накладывает свои отпечатки. Ведь возраст не гарантия мудрости. И мудрость не гарантия свежих решений. Ведь в жизни всякое бывает. И рак свистит, и бык летает. Да, если бык летает, это опасно. Я об этом и говорил. Не все яблоки на дерево зреют в один день. Дальше. Ищем вопросы. Ищем вопросы. Ищем вопросы. Говорят, что агма – это тайные слова власти. Может быть, пишет Светлана, я не знаю. Не изучал эту тему. Видимо, просто была не нужна. Дальше. Дальше. Ищем. Ищем всему свое время. Место. Я, Гриша Алексей, согласен. Слепой исследователь каким-то правилам – это от Неведа. Благодарю за эфир. Всем добра. До новых встреч. До новых встреч тебе, Гриша. Так. Ну, все вопросы, наверное, уже озвучены. Да. Все вопросы озвучены. Кстати, вот Вадим написал. В ВК есть четыре книги. А в записи славяно-реских ветвь и не еще. Что-то типа такого. Да, где-то ходит, где-то встречается аудиоформат. Такой я слышал. Распространять не имею права указать, где тоже не имею права. Это будет нарушать законодательство. А мы, как говорится, кодекс чтим, не нарушаем и уважаем законодательство. Ибо есть возможности доносить свою точку зрения, не нарушая законодательство. То есть мы против радикализма. Ну, я в целом случае против радикализма. Я против шовинизма и уничижения кого-либо или уничтожения кого-либо, если это незаконно, если это не является необходимостью для сохранения чьей-то жизни, какого-то и так далее. То есть держимся в рамках закона, не нарушая его. Ну вот, в принципе, все. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 6 октября 2016 года четверг, по одному из старинных 16 дней месяца божественного начала 7525 лета неделя. Вот такая у нас неделя. Так отдых получается. То есть мы ничего не делаем. Должны были, по идее, говорить в эфире про Семера в прошлом. Такой проект «Жизнь мне цивилизации», где автор соведущей должен был быть Павел Сапожников. Но так получилось, что на эфире он не появился, не пришел, не постучался в скайп, и я его не увидел. Так что эфир провели без него. Напомню, сначала мы с Юлией Стояновой общались. Это наша представительница с работой по общественности. Та, которая взяла на себя нелегкий груз общаться с людьми и договариваться по эфирам. Вообще интересная девушка, которая много где побывала и много что увидела. И с многими людьми постричалась. Ну а в конечном итоге я поотвечал на те вопросы, которые появлялись в чате Народного славянского радио. Так, только хотел закончить. И вот вопрос, Алексей, у тебя нейронные связи, мозговые работают с бешеной скоростью. Ты моментально реагируешь на вопрос, импровизируешь. Ты стал уже почти как Осип Виссарионович, будешь занимать пять постов. Скажи, это особенность от рождения или это дар, это не дар, а работа над собой. И вот тут он начал рассказывать свою биографию. Значит, ситуация какая? Не буду я себе ничего рассказывать. Вот так вот широко. Это, во-первых, не скромно. Во-вторых, там есть такие моменты, которые, наверное, всем до определенного момента знать не надо. А с точки зрения работы нейронов, наверное, здесь это и от предков. Наверное, здесь это связано с той работой, которая на меня возложена в этом мире. Ну и, наверное, это мое согласие и желание в этой работе, в этом труде участвовать. Ну, наверное, как-то так. С точки зрения, если интересно провести какой-то закрытый семинар, как раскрывать эти природой или богами данные возможности, это отдельный разговор. Выносить это в открытый эфир, наверное, смысла нет. Нет, это все-таки не шоу. Сейчас очень много, кстати, интересных шоу стало появляться на телевидении, где там показывают интересных людей, которые умеют много чего запоминать, много чего считать, повторять что-то, что угодно делают. Вот в данном случае у нас не шоу, поэтому я не хочу быть такой звездой на эстраде, которая просто развлекает кого-то. Я думаю, что задача радио несколько иная. В первую очередь это донесение какой-либо важной информации для каждого из нас, строительство державного нашего устоя, или хотя бы вспомнить для начала, что это такое, вспомнить, кто мы такие. Вот это вот первая задача. Да, где-то элементы развлечения есть, но не на это. Тем более, что если я начну рассказывать, как это все развивать, и как я все это развивал, и как что это делал, это не принесет пользы вот в таком простом эфире. Я думаю, здесь более в узком кругу надо об этом говорить. Ну что ж, я уже все сказал. Да, хотим такой семинар. Хотим, устраивайте, проведу. Собирайтесь. Человек 10, я думаю, будет достаточно для того, чтобы его провести. Но он должен быть личной встречей, а не вебинар и так далее. Все, я все сказал. Напоминаю еще раз. 6 октября 2016 года, четверг, по одному календарю современному, по одному историю на 16-й день, месяца божественного начала, 7525-го лета неделя. Семеро в прошлом жизни цивилизации такова должна была быть тема нашего сегодняшнего эфира, но Павел Сапожников не смог появиться в нашем эфире. Поэтому пришлось говорить сначала, поговорили с Юрией Стояновой, работа с общественностью, кто будет заниматься. И вообще, как я сказал, очень интересная девушка. Дальше я подвещал на вопрос, как главный редактор. Вот так уж извините, играю, как умею. Не стреляйте в пианиста, да, что же говорится. Желаю вам всего самого-самого доброго. С вами был Народная славянская радио, Алексей Орлов. До новых встреч. Услышимся. Народная славянская радио. Все нужно, все важно.